приветствую друзья продолжаем решать задачи потое в сегодняшнем видео уроке произведем расчет олимпиадной задачи цепи постоянного тока известно показания вольтметра 24 вольта сопротивление r1 r2 r3 по 2 ома и е2 8 вольт е1 неизвестно определите показания вольтметра в случае размыкания в ветви сопротивлением r2 прежде чем перейдем к решению хотел бы напомнить что у нас есть группа вконтакте где я публикую теоретическую часть темы написаны более простыми словами но и также туда выходят видео уроки ссылка на группу есть в описании и так с чего следует начинать решение для начала надо определиться сколько здесь ветвей узлов и так далее получается что те точки куда подключен вольтметр это не узлы узлов здесь будет два т12 получается три ветви первая ветвь е1 r1 е2 вторая ветвь r2 третья ветвь r3 обозначим также эту точку получается что напряжение между точками 3 и 2 р2 24 вольт в такой цепи показания вольтметра 24 вольта от нас требует исключив резистор r2 найти показания вольтметра но нам неизвестно е1 поэтому в такой цепи нам необходимо сначала будет найти е1 но для этого надо будет найти ток и чтобы мы смогли найти падение напряжения на r1 следовательно раз мы знаем напряжение между двумя вот этими точками 32 будем знать ток следовательно напряжение на r1 отсюда найдем ds е1 для начала давайте найдем эквивалентное сопротивление этого параллельного участка r23 r23 равняется в числителе r2 умножить на r3 знаменателе сумма r2 и r3 подставив численные значения по 2 ом а получим 2 умножить на 24 2 плюс 24 1 ом и так у нас параллельный участок заменился одним сопротивлением r23 следовательно цепь получается у нас одноконтурный через который протекает ток и он протекает через е1 r1 е2 и сопротивление r23 сейчас мы можем записать второй закон киргофа но тогда у нас будут неизвестными е1 и неизвестен ток и следовательно мы поступим следующим образом мы знаем что плюс вольтметр подключен к точке 3 минус к точке 2 и напряжение 24 вольта мы можем сделать следующее заменить вот этот участок точки 3 и 2 эквивалентные дс запишем как увы равное 24 вольта тдс будет заменять весь вот этот участок почему так потому что плюс подключен к точке 3 и ds плюс обозначается возле стрелки минус к точке 2 теперь можем записать второй закон киргофа через сопротивление r23 протекает ток и алгебраическая сумма падения напряжения на сопротивлениях больше сопротивления нет пока мы заменили этот участок эквивалентные ds равно обход по часовой стрелке через увы мы движемся вверх через е2 движемся вправо то есть по направлению увы плюс едва выражаем ток и увы плюс е2 делить на r23 подставим числа 24 плюс 8 делить на 1 получается 24 32 делить на 1 32 ампера нашли ток давайте найдем теперь напряжение у 1 напряжение на первом резисторе ток умножить на сопротивление r1 это будет 32 умножить на 264 вольта ну и теперь остается последнее это записать второй закон киргофа для контура r1 е1 е2 и напряжением на вот этом участке получается у 1 падение напряжения на первом резисторе плюс падение напряжения на резисторе 23 а падение напряжения на резисторе 23 и то есть ток умножить на r23 вот оно самое выражение можно сразу найти 24 плюс 832 так равняется е1 плюс е2 обход по часовой стрелке напряжение на r1 плюс напряжение на r23 равняется е1 плюс е2 отсюда выражаем е1 у 1 плюс у 2 3 минус е2 подставим числа у 164 плюс у 2 3 и минус е2 8 64 96 минус 8 это 88 вольт таким образом мы нашли величину е1 это постоянная величина и теперь уже можем найти показания вольтметра при выключенном резисторе r2 записываем второй закон киргофа и уже r1 плюс r3 остается равно е1 плюс е2 обход также по часовой стрелке отсюда и равняется е1 плюс е2 делить на r1 плюс r3 этого 88 плюс е2 8 делить на 2 плюс 2 24 ампера ампера и так напряжение на первом резисторе это будет и умножить на r1 24 умножить на 2 48 теперь мы знаем напряжение на первом резисторе и знаем е1 потенциал в точке 2 примем равном нулю тогда потенциал вот в этой точке где плюс и ds будет е1 это 88 вольт ток через резистор течет от большего потенциала к меньшему через r1 получается что вот эта точка скажем 4 потенциал в точке 4 будет больше чем потенциал в точке 3 об этом я более подробно рассказывал видео уроки о потенциальной диаграмме были такие тонкости которые необходимы для построения самой диаграммы у ds плюс всегда больше чем минус через резистор ток течет от большего потенциала к меньшему тогда получается фи 2 равняется нулю фи 4 равняется е1 то есть 88 вольт а фи 3 равняется 88 минус падение напряжения на первом резисторе так как потенциал в точке 3 будет меньше чем в точке 4 или можно записать это следующим образом у в равняется е1 минус у 1 равно 88 минус 48 равно 40 вольт вот таким образом можно решать подобные задачи если будут какие вопросы пишите постараюсь помочь поддержки Продолжение следует...